6 числа наконец-то ожидается пуск ракеты-носителя Falcon Heavy. Если у вас есть возможность и вы собираетесь организовать оффлайн просмотр этого события, можете перейти по ссылке в описании и оставить свои контакты. Мы бесплатно расскажем о событии и пригласим туда наших зрителей. Надеемся, что кто-нибудь придёт и вы здорово проведёте время. Конечно, в первую очередь это объявление касается владельцев всевозможных заведений и пространств, где можно вместе собраться и что-нибудь посмотреть. Ну а теперь к сегодняшнему ролику. Телескоп имени Хаббла находится на орбите с 1990 года. Проект обошёлся Европейскому космическому агентству и НАСА более чем в 12 миллиардов долларов. До 2009 года было проведено 5 миссий по обслуживанию телескопа, ради которых к нему отправляли астронавтов на спейс-шаттлах. Ежемесячно Хаббл собирает почти 500 гигабайт новых данных о Вселенной. Сюда входят далеко не только фотографии, но и показания датчиков, фотометра и спектрографа. Кстати, получить доступ к работе над телескопом может любой человек на нашей планете. Хаббл смог изучить не только далёкие звёзды и туманности, но и множество раз направлял наш взгляд на Солнечную систему. Он рассматривал Сатурн и Юпитер вместе с их спутниками, помог составить премьерную карту поверхности Плутона, заметил карликовую планету Церера и астероид Веста, открыл новый спутник Нептуна. Но одними из самых значимых наблюдений телескопа до сих пор считаются изображения Deep Field, Ultra Deep Field и Extreme Deep Field. Последнее было получено с выдержкой более чем 20 суток. У нас об этих всех наблюдениях на канале есть отдельный плейлист. Заходите, смотрите. Так что наверняка вы не раз восхищались прекрасными фотографиями Хаббла, на которых запечатлены далёкие и красивые туманности. Однако, стоит понимать, что Хаббл не получает сразу красивую картинку, которую мы можем найти в интернете. Практически всегда изображения дополнены художниками по научным данным, а иногда вообще нарисованы полностью с нуля. И это я не говорю об анимациях. И давайте сегодня мы поговорим именно о них, о фотошоперах на страже науки. Хаббл известен своими невероятными фотографиями и важнейшими открытиями. Но иногда наука не поспевает за захватывающим дух видом Вселенной. Давайте приподнимем занавес и пообщаемся с художниками, создающими удивительные космические изображения. Хаббл оснащён крайне чувствительными камерами, которые захватывают свет в различных диапазонах, от ультрафиолетового через оптический до практически инфракрасного. Это позволяет телескопу создавать завораживающее и узнаваемое изображение. Тем не менее, иногда астрономическое открытие не более чем просто точка, и получение полезной от неё информации требует многих наблюдений и мастерской техники. Спектрограф Хаббла даёт ещё меньше, чем точки. Только графики кривых, показывающие интенсивность света в разных диапазонах. Хаббл — фантастический телескоп, но он не может наблюдать всё. Так что он собирает данные в виде спектров, например, что мало похоже на картинки. И вот здесь мы включаемся в работу, создавая иллюстрации и анимации. И, конечно, мы можем наблюдать множество других объектов во Вселенной. Мы знаем, что за этим стоит математика и физика, учёные делают какие-то выводы, но они основаны на данных, а не на изображениях. Вот зачем нужны мы. Мы создаём эти запоминающиеся и интересные, но тем не менее точные картинки, чтобы обратить внимание людей на астрономию. За время работы над иллюстрациями открытий Хаббла художники получили огромный опыт. Кроме прочего, они овладели необходимыми научными знаниями, чтобы их изображения и анимации были максимально реалистичными. Лично у меня есть знания по физике и по астрономии, потому что я изучал их. Но вот Мартин чисто художник. Так что обычно мы работаем в команде, чтобы картинки и анимации получались красивыми и точными. Наши навыки дополняют друг друга. Наша команда занимается созданием этих иллюстраций с 2000 года довольно долго. Я в команде уже 10 лет, Мартин немножко дольше. Считайте, что мы работаем почти два десятилетия. Художники, которые работают для ИСа, Хаббл, не только опираются на свои знания, но и сотрудничают с учеными, дабы убедиться, что их работа и наука действительно не противоречат друг другу. У нас в команде есть астрономы и ученые. Мы всегда работаем с ними, обсуждаем, показываем наброски и сверяемся. И именно ученые — авторы тех результатов, которых мы добиваемся. Обычно они получают ранние версии анимации и иллюстрации, данные, на которые мы опираемся. Происходит постоянный диалог с учеными, определенно мы не работаем сами. Часто у нас есть очень четкие условия и границы, которых мы придерживаемся. Если звезда определенной температуры, мы знаем, что она должна иметь определенный цвет. Это можно сказать с уверенностью. Мы не можем, например, дать волю воображению и выдумать звездам цвета. Это совершенно неправильно. Также и планеты. Если мы знаем ее массу, мы знаем, каменистая ли она, либо состоит из газа. Это условия, которые должны выполняться. Конечно, никто не запрещает немножко креативить, однако всегда в рамках реализма. За них выбираться нельзя. Пока художники пытаются создавать максимально реалистичные анимации для Хаббла, особенности астрономии и временная шкала наблюдений обычно играют не на их стороне. Столкновения галактик растянуты на миллионы лет, ускоряются только к концу. А звезды живут миллиарды лет, хотя их смерть занимает всего лишь секунды. Это настоящий вызов для наших художников. Иногда приходится иллюстрировать несколько миллисекунд, например, взрыв. А иногда что-то другое, что длится миллионы лет. И мы хотим изобразить их в одной анимации, что может быть затруднительно. Но, конечно, это такие, более демонстрационные анимации. Большинство астрономических событий у нас никогда не будет возможность увидеть собственными глазами. Тем не менее, при помощи телескопов, технологий и космических зондов, отправленных в неизведанные уголки Солнечной системы, у художников появляется редкая возможность оценить точность собственной работы. Хорошим примером является, например, сделанная несколько лет назад визуализация Плутона. Тогда у нас еще не было качественных его фотографий. Были лишь научные данные. Мы знали, что у Плутона есть тонкая атмосфера, метан, и мы сделали несколько изображений. Было очень интересно сравнить их с близкими снимками, которые пару лет назад прислала АМС Новые Горизонты. Мы смогли прямо сверить наши рисунки с настоящими фотографиями. И было очень приятно видеть, что наши представления оказались довольно точны. Поверхность Плутона показывает, насколько ответственно художники Иса Хаббл относятся к своей работе. Помимо создания максимально точных изображений, у них есть еще одна цель. Они хотят волновать и интриговать, создавая рисунки, которые привлекут внимание и интерес зрителя. Своей работой иллюстраторы позволяют нам концептуализировать и понять комплексные астрономические данные, которые в другом случае оставались бы лишь цифрами на графиках и в таблицах профессиональных астрономов. Мы хотим создавать привлекающие и интересные иллюстрации, потому что наука привлекательна и интересна. Ну а мы в Альфа-Центавра хотим показывать вам интересные видеоролики, так что не забывайте подписываться, ставить лайки и, конечно же, делиться видео с друзьями. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok